Орленку всего три недели от роду. За свою недолгую жизнь птенец успел пережить пожар в Оренбургских степях. Его чудом нашли орнитологи. Когда выяснилось, что лечением таких птиц в России и конкретно в Поволжье занимаются единицы специалистов, орла решили везти в Димитровград к ветврачу Ольге Даниловой. У него здесь все лицо было обожжено. Как здесь когти дальше вырастут, не вырастут, пока сложно сказать. Здесь все лапы черные были. И, видимо, это был не первый день, потому что он пытался уже склевать своего обгорелого собрата. Сейчас птица уже идет на поправку. У Феникса хороший аппетит. Опасение вызывает лишь то, что на лапах орленка уцелели не все когти. А ведь именно они необходимы хищной птице, чтобы добывать себе пищу. Поэтому сможет ли Феникс самостоятельно жить в природе, пока непонятно. Ожоги всегда лечатся долго и у млекопитающих. А у птицы здесь кожа очень толстая, грубая. Она не дает таких пузырей, как у человека. И оценить глубину проникновения, омертвение ткани, только со временем, когда будет уже восстановление, насколько оно будет. Это четвертая степень. Вообще просто удивительно, что он выжил в таком вот огне. Кстати, степной орел занесен в Красную книгу России. В Ульяновской области он почти не обитает. Изредка его можно увидеть на юго-востоке области. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок. Новости Димитровграда. Новости Димитровграда. Новости Димитровграда. Новости Димитровграда. Новости Димитровграда. Новости Димитровграда. Новости Димитровграда.